Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию обо всех животных планет. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и поехали. Однажды жираф и зебра полюбили друг друга, и получился вид под названием Акапи или Акапи Джонстона. Несмотря на отсутствие длинной шеи, животное принадлежит именно к семейству жирафовых — единственному представителю рода Акапи. Найти Акапи в дикой природе задача непростая. Единственное место их обитание — это несколько густых лесов в Центральной Африке, а точнее в государстве Конго. Существование Акапи удалось подтвердить только в начале XX века. По телосложению Акапи, на первый взгляд, больше напоминают лошадиных, нежели жирафа. К тому же у них на конечностях имеются полоски, как у зебр. Тем не менее, от лошадиных Акапи довольно далеки. На близость с жирафом также указывают небольшие рожки, которые состоят из хрящевой ткани и носят название осиконы. В отличие от жирафов, такие рога есть только у Акапи самцов. Еще одной особенностью Акапи является длиннющий чёрный язык. С помощью такого приспособления Акапи может доставать особо высокие листья, а также вылизывать себе глаза и уши, поддерживая влажность и защищая органы от паразитов. Огромный язык Акапи просто заменяет ей руки. Современная численность Акапи в дикой природе неизвестна, так как Акапи очень боязливые и скрытные животные. Средний вес Акапи — 250 кг. Длина тела около 2 метров. Обычно они ходят по джунглям и, как родственные жирафы, Акапи питаются прежде всего древесными листьями. Своим длинным и гибким языком животные захватывают молодой побег куста и затем скользящим движением сдирают с него листву. Но так как шея Акапи короче жирафовой, то этот зверь предпочитает есть только ту растительность, что растет поближе к земле. Акапи — звери, живущие в одиночку. Изредка их можно встретить в небольших группах, но по каким причинам они их образуют, до сих пор неизвестно. Взрослые самки располагают четко ограниченными участками, в то время как участки самцов пересекаются и не определены однозначно. После загадочного, никому неизвестного процесса соития, самочка Акапи беременеет примерно аж на 450 дней. Появление на свет потомства зависит от времен года. Роды происходят в августе-октябре, в период дождей. Для родов самка удаляется в самые глухие места, и новорожденный детеныш несколько дней лежит, затаившись в чаще. Мать находит его по голосу. Голос о взрослых Акапи напоминает тихое покашливание. Такие же звуки издает и детеныш, но он может и негромко мычать, подобно теленку, или изредка тихо свистеть. Мать очень привязана к малышу. Известны случаи, когда самка пыталась отогнать от детеныша даже людей. Из органов чувств у Акапи наиболее развиты слух и обоняние. В неволе Акапи могут доживать до 30 лет. Ну и напоследок минутка истории. Потому что открытие Акапи — одна из наиболее громких зоологических сенсаций XX века. Англичанин Джонстон решил проверить слова коллеги-путешественника о неизвестных лесных лошадях, которые казались ему нелепыми. Пигмии совсем не удивились изображению Акапи и описали Джонстону ее внешний облик. Выяснилось, что Акапи не принадлежат лошади, а близки костям давно вымерших животных. Речь, стало быть, зашла о совершенно новом роде. Так было узаконено современное название Акапи — название, которое тысячелетиями бытовало у пигмеев. Однако Акапи оставались почти недоступными. Долго были безуспешными и запросы зоопарков. Только в 1919 году антверпенский зоопарк получил первого молодого Акапи, который прожил в Европе лишь 50 дней. Первое полностью успешное разведение Акапи было достигнуто лишь в 1956 году в Париже. А как вы думаете, всех ли животных на планете открыл для себя человек, или остались еще загадки и тайны природы, скрытые от наших глаз? Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть в следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Мы будем очень благодарны вам за посильную материальную поддержку для развития канала. Ссылка в описании. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова